Всем привет! Сегодня давайте попробуем познакомиться с диодами. Диод это полупроводниковый прибор, у которого два вывода. И основная его особенность в том, что он пропускает ток только в одном направлении. Давайте бегло посмотрим, что есть в библиотеке протеуса. Вот вкладка диода. Блич, то есть мост. Это сборка из четырех диодов. Однофазный мост, то из четырех. Если трехфазный мост, то там по-моему шесть. Не знаю точно, не работают с трехфазным током. Вроде там шесть диодов. Далее, здесь идеальные модели, я их уже выбрал. Далее будем рассматривать обычные диоды. Полупроводниковые, которые применяются на низкой частоте для выпрямления тока. Шотки. Это такие же полупроводниковые диоды, выполненные немного по другой технологии. Главная их особенность в том, что у них намного меньше падение напряжения на переходе. Далее, переключающиеся. Что это такое? Не знаю. Видимо, выскочастотные. Может, бас, баф. Это скорее защитные. То есть, есть такие сборки. Обычно они ставятся по питанию. Например, на линию данных USB. Либо защита входов микроконтроллера и прочее. То есть, если напряжение на входе начинает превышать напряжение питания, то этот диод открывается и защищает тем самым вход устройства, вход микроконтроллера, допустим. А все напряжение лишнее идет на источник питания. Супрессоры. Отдельный вид стабилитронов отличаются тем, что кратковременно могут рассеять огромную мощность. 600 ватт, там и более 600. Все что ли? Ну, там в импульсе до киловатт, короче, доходят. Это диоды в относительно небольших корпусах. Работают как стабилитрон. Это мы посмотрим чуть позднее. То есть, при превышении некоторого напряжения, на которое он рассчитан, он открывается и начинает пропускать через себя напряжение. Конкретно супрессоры применяются для защиты от скачков напряжения, ну и от прочих случаев, когда недопустимо подача более высокого напряжения на устройство. Обычно он срабатывает и вызывает срабатывание защиты. Перегоряет предохранитель, либо автоматическая защита какая-то, по такому принципу. Туннельные диоды. Не знаю, не работал с ними, но на них легко собрать генератор. То есть, принцип действия основан на туннельном эффекте. За более подробной информацией обращайтесь в Google. Варикапы. Тоже полупроводниковый прибор. Изображение схематичное вот такое. Это своеобразный конденсатор небольшой емкости. Там обычно до 100 пФ. У которого емкость зависит от приложенного напряжения. Что бывает очень удобно, применять либо в электронной настройке приемников или каких-то контуров таких, либо в передатчиках с автоподстройкой. Есть схемы простых жучков, где стоит варикап, и этим обеспечивается некоторая более высокая стабильность частоты. И зеннер. Это стабилитрон, если по-русски. То есть, полупроводниковый прибор, который работает на обратной ветви вольт-амперной характеристики. Сейчас рассмотрим. Если включить его в определенном направлении, в прямом, то он просто будет работать как диод. Если включить его в обратном направлении, то до определенного напряжения он будет не пропускать ток. Потом он начнет пропускать ток. Ток. Применяется обычно для стабилизации напряжения в маломощных устройствах, либо как источник опорного напряжения, либо как некоторое пороговое устройство. Так, поехали. Диод. Смотрим, что на это скажет Google. Светодиоды не смотрим. Это отдельная категория. Раньше диоды делились на точечные и плоскостные. Сейчас точечные, не знаю, остались или нет, не в курсе. Также разделяются на несколько типов, по материалу, из которого они изготовлены. Раньше это были германии и кремний. У германии было меньшее падение напряжения. Они широко применялись в детекторных приемниках. Но большинство параметров у них было хуже. Если применять их в качестве именно выпрямительного элемента. Сейчас наиболее распространены это кремниевые диоды и есть разные другие варианты. Арсенит галлии, что там еще. Развивается технология, поэтому точно сказать не могу. Корпуса. Обычно это вот такие вот цилиндрики, из которых выходят два вывода. Обязательно у диодов есть метка. Это либо полоса по всей окружности, либо что еще тут. Вот на прямоугольном тоже видим. А мы ничего тут не видим. Непонятно где обозначение. Сейчас найду. Вот тоже видим полоса. Обычно в большинстве случаев полоса обозначает катод. Но все равно смотрим даташит и проверяем. Мощные советские диоды были вот такие. D242 и прочее. У них на корпусе прям нарисован значок диода. Указывает где катод, где анод. Корпус, весь вот этот нижняя часть, это насколько я помню анод. А вверху вот изолирована ножка катода. Ранее широко распространенные D226. Сейчас наиболее распространенные такие, ну обычно. Это типа 1N4007. В таком небольшом корпусе. Ну еще раньше, так отдадим должное, были вакуумные диоды. То есть это электронная лампа, которая пропускала ток только в одном направлении. Ладно. В общем корпуса бывают самые разные. Маломощные диоды, высокочастотные. Также стабилитроны выпускаются вот в таких небольших стеклянных корпусах. Ну и мощное устройство выпускается в мощных корпусах. Так, на этом пока все. Давайте разбираться, как же работает диод. Вот это его примерное условно-графическое обозначение. Это вот такой треугольник и черта. Как мне легче запомнить, где какой вывод. Смотрим, вот перевернуть его если. То видим, что вот здесь, вот эти палки образуют букву K. Значит этот вывод K тот. Тот, на который надо подавать минус. Ну и соответственно другая часть это анод, на который подается плюс. Давайте подключим источник синусоидального напряжения. Земля. И резистор. Простейшая схема. Ну скажем так, выпрямителя. 0. Амплитуда пусть будет 20. Частота 100 Гц. Ок. Подключаем осциллограф. Канал А на вход. Канал В на выход. Запускаем симуляцию. Смотрим. DC, DC. 5 вольт на клеточку. И выравниваем по красной линии. Вот таким образом. Желтая линия видим. Это входной сигнал. Чистый синус. И в плюс, и в минус. После диода уже только положительная волна. То есть отрицательное напряжение, которое на него подается, он не пропускает. Давайте если поменяем направление диода. Направление включения. То видим, что теперь только отрицательная волна, положительная, не проходит. Это основное свойство диодов. Основное их назначение. И давайте еще. Так. Сместим красную вот сюда. По ней выровняем сигналы. Так. И поставим деление поменьше. В смысле на клеточку. Больше вольт. И видим, что синий сигнал, то есть то, что после диода, немного меньше, чем то, что на входе. Это обусловлено падением напряжения на переходе. В наиболее распространенных обычных полупроводниковых приборах, это падение напряжения составляет где-то 0,5-0,8 вольт. Зависит от проходящего тока. Если это диод шутки, то падение меньше. От 0,1 до 0,6. Одно из возможных применений таких диодов, это питание какого-то устройства. Допустим, у вас есть USB 5 вольт. Вам надо питать какое-то устройство, которое от более низкого напряжения питается. Ну, допустим, 4,2 литий-ионный аккумулятор. Сразу говорю, без знаний туда не лезьте, а то начнете там планшеты, подключаете, сгорит, а потом меня будете винить в этом. Суть в чем? Подаем 5 вольт на входе, проходит сюда, и на диоде падает где-то 0,5-0,6 вольт. Снижается напряжение. Допустим, поставили два диода последовательно, и тем самым снизили выходное напряжение на 1 вольт. Это простейший способ, как можно снизить напряжение. Не ставя там резистор, тогда надо рассчитывать именно его сопротивление. Просто ставятся диоды. Основные параметры будем смотреть потом в таблице компел. Это максимальное обратное напряжение. Максимальное напряжение, которое на него можно подавать. Это прямое падение напряжения, которое я говорил, падает на нем. Максимальный прямой ток, который через него проходит. Ну и еще там разные емкость, частота, скорость переключения. Это второстепенные параметры. Как бы основных параметров два. Максимальное обратное напряжение и максимальный прямой ток. Давайте покажу еще одно применение, которое я уже показывал в уроке по автономным или аварийным источникам питания. Если у вас есть какое-то устройство, которое питается, допустим, от, ну, где-то 13 вольт. Нужно, чтобы напряжение было побольше. Пусть будет 15 вольт. Резистор вместо нашего устройства и пробник напряжения. Что это за схема? Это схема резервирования питания. То есть, еще раз повторюсь, у вас есть напряжение. Основной источник, допустим, это блок питания от розетки. Выходное напряжение там вольт 15-14. Ну, нужно, чтобы напряжение на нем было больше, чем напряжение на резервном источнике питания, хотя бы на 1 вольт. Запускаем симуляцию и видим, на выходе у нас 14 вольт. Это 15 минус падение напряжения на диоде. В этом случае источник питает только нагрузку. Сюда, на этот аккумулятор, на батарейке или что там стоит, ток не течет. Сейчас мы это посмотрим. Если пропало напряжение сети, отключился источник, то прибор сразу переходит на питание от аварийного аккумулятора. Это происходит почти мгновенно. Никакого перебоя нет. И напряжение также 12 вольт минус некоторое падение на диоде. 0,7 вольт. Если питание возобновится, то устройство перейдет сразу на питание от основного источника. Так, токи давайте включим Set Animation и показывать Current стрелочками. Ставим здесь галочку чуть-чуть вниз. Отнесем, чтобы было видно. Запускаем симуляцию. Вот видим, стрелки показывают направление тока. Здесь у нас ничего не течет. Если пропадает питание, то весь ток идет от этого аккумулятора сюда. Если питание возобновилось, то обратно переходим на основное питание. Назначение диодов здесь. Они разделяют эти два источника. То есть в исходном состоянии, когда есть питание в сети, здесь у нас 14 вольт. 14 это больше, чем 12 вольт от батарейки. То есть напряжение на катоде диода больше, чем напряжение на аноде. Поэтому диод закрыт. Он не пропускает ток. Как только напряжение пропадает, здесь 0, напряжение на аноде становится больше, и диод начинает пропускать ток. Разобрались. Ну и по аналогии со стабилитронами, еще один вариант применения диодов. Это в качестве некоего стабилизатора напряжения. То есть мы включаем их обязательно через резистор, который надо рассчитывать. Подключаем к нагрузке. Пусть здесь будет, ну скажем, 100 Ом. Диоды включены в прямом направлении, то есть через них будет течь ток, что таким образом мы получим. Запускаю симуляцию. И видим, на нагрузку у нас идет 1,5 вольта. Это падение напряжения на двух диодах. Таким образом можно питать, допустим, настенные часы от какого-то источника питания. Ну от USB кабеля, грубо говоря. То есть все, что нужно, это правильно рассчитать это сопротивление. Чтобы был достаточный ток для нагрузки, но при этом не было лишнего нагрева диодов и лишнего потребления от источника. Если надо 3 вольта, то берем, соединяем 4 диода таким образом. Получаем на выходе около 3 вольт. Далее возвращаем источник переменного напряжения и ставим диодный мост. Однофазный диодный мост состоит из 4 диодов, включенных вот таким образом. Переменное напряжение подается на точку, где соединяются разные выводы диодов. То есть вот таким образом. Где выводы диодов одинаковые, снимается сигнал на нагрузку. Какой сигнал мы получим на выходе? А, я же не настроил. 0,10. Так, частота. Частоту давайте сделаем пониже. Пусть будет 0,2. И сейчас покажу зачем. Смотрим осциллограмму. И видим вот такую вот картинку. То есть не как с одним диодом. Здесь был сигнал, потом вниз пропуск. А видим, что оба сигнала есть в наличии. То есть и положительную полуволну он выпрямляет, и отрицательную. Почему так происходит? Потому что здесь будет плохо видно. Ну давайте соберем из четырех диодов. Тот же самый диодный мост. И будем смотреть на стрелочки. Смотрим направление движения токов. На одной полуволне, видим, идет через этот диод. На другой полуволне идет через этот диод. То же самое снизу. Сначала через один, потом через другой. То есть если разобраться, видно, что положительную, допустим, полуволну пропускает вот этот диод в нагрузку плюс. И вот этот диод в нагрузку минус. На другой вывод. Меняется полуволна на отрицательную. Теперь вот этот диод пропускает минус на землю, на минус нагрузки. А этот диод пропускает плюс на плюс нагрузки. Преимущество диодного моста в том, что он использует оба полупериода переменного напряжения. Поэтому выпрямление переменного тока происходит эффективнее. Нужен конденсатор меньше емкости, меньше помех, меньше пульсаций и прочее. Диодный мост применяется, пожалуй, исключительно в выпрямителях. Другие его назначения это очень специфические и крайне редко применяемые. То есть давайте подадим частота, пусть будет, скажем, 200 Гц. Посмотрим осциллограмму на выходе. Видим вот такой сигнал. Теперь давайте добавим конденсаторы на выход. Чтобы сгладить эти пульсации, один кондер пусть будет 10 микрофарад, а второй 1000 кнопки поставим. Поехали. Без кондеров вот такой сигнал у нас на выходе. Если добавить кондер небольшой емкости, то видим, сигнал изменится на вот такой. Будет почти постоянное напряжение, но некоторые пульсации. Если поставить кондер большой емкости, то на выходе будет почти идеальный постоянный ток. Таким образом выпрямляется переменное напряжение. Диод шотки. Примерно такое его обозначение, но все то же самое, только меньше падение напряжения на нем. И у них максимальное напряжение обычно не более 50-60 Вольт. Из-за особенностей технологии. Туннельный диод сказал, что не знаю как с ним работать. И конструкции на нем довольно мало. Зеннер. То есть стабилитрон. Диод зеннера. Давайте попробуем включить его в переменный ток. Следует учитывать обязательно, что во время пробоя, то есть в рабочем режиме, стабилитрон пропускает весь ток через себя. Поэтому обязательно нужно ограничивать ток. Для этого ставим резистор. Пусть будет 100 Ом. Кондеры убираем. Так, пошла нагрузка. Осциллограф пока не нужен. Свойства диода. Указываем напряжение. Допустим, пусть будет 5 Вольт. Номинальный ток 1 мА. Ок. А, нет, сейчас нужен оциллограф. Возвращаем. Вход и выход. Смотрим, что мы получили. На входе чисто синус. Понятно, что у нас на выходе. ДЦ. Сейчас по красной линии. Выравниваю. Один Вольт на клеточку. Ну, давайте, ладно, синус тоже выровняю. То есть, вот оригинал на входе. Синус, желтая линия. Синяя линия, это то, что у нас после стабилитрона. Почему так происходит? Потому что, как я говорил, в прямом включении, то есть, когда сюда поступает минус, он работает как обычный диод. Минус проходит сюда, как бы замыкает цепь. И здесь мы получаем только падение напряжения на диоде. Составляет оно 1 Вольт от отрицательной полуволны около 1 Вольта. Что происходит при положительной полуволне? Когда сюда приходит плюс, обычный диод будет закрыт и никак не влиять на работу схемы. Но у стабилитрона другой принцип действия. При определенном напряжении, которое я указал как 5 Вольт, происходит как будто бы пробой. И диод начинает пропускать ток. Смотрим напряжение. 2, 4, 5, чуть более 5 Вольт. 5,3 Вольт где-то. Уходит у нас на нагрузку. Таким образом, стабилитром применяется как простейший стабилизатор напряжения. Подали сюда, допустим, 20 Вольт, на выходе 5 Вольт. Это самый простейший и не особо эффективный, в плане, что низкое КПД и прочее, стабилизатор напряжения. Еще раз, особенность стабилитрона в том, что при определенном обратном напряжении он пробивается и начинает пропускать ток. Ну вот, в общем-то и все, что у нас по диодам. Варикап, в протеусе, не знаю, там есть его рабочие модели или нет, но тоже применяется довольно редко. Что обязательно нужно знать, это диоды, диодные мосты и стабилитроны. Вроде бы все по ним объяснил.